Дорогой Дух Святой, мы благодарим Тебя за Твою благость и милость, за Твое утешение и помощь для нас. Спасибо Тебе, Господь, что мы можем быть вместе здесь. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твою научающую благодать. Говори к нам, направляй нас. Пусть Твоя мудрость приходит к нам в большей мере. И пусть Твое имя прославится во всем этом. Проведи нас в большую славу и в большую силу посредством изучения Слова Твоего. И когда мы разбираем эту тему, Господь, пусть больше будет света, ясности и понимания от Тебя. И Тебе вся слава, честь и хвала. Благословляем Твое святое имя, благословляем друг друга. Во имя Иисуса Христа все скажем Аминь. Слава Богу. Итак, идем дальше. Наша тема какая, кто помнит? Израиль и Церковь. Взаимоотношения Израиль, Церковь и Израиль. И наш план, у нас определенный план есть, занятий. И мы с вами уже поговорили вкратце, почему Израиль. Почему Израиль, кстати? Почему Израиль? Первенец. Аллалюя. Спасение всем. Иисус же сказал, спасение это... Да. И также мы посмотрели с вами о... Добро пожаловать. Здравствуйте. Мы посмотрели о... Мы сравнительный образ сделали Израиль и Церковь. Мы обнаружили, что Израиль Сын Божий и верующие в Новом Завете, да, в Иисуса Христа, дети Божьи. И вот мы сделали такой небольшой сравнительный образ. И дальше мы начали говорить о картинах, о картине ранней Церкви. И мы сейчас продолжим и перейдем в проблематику взаимоотношений Израиля и Церкви. И также мы дойдем до... Как по времени, или сегодня, или завтра. Дойдем до того, что будет дальше. Сегодняшний день и дальше. Аминь. Слава Богу. Итак, что мы помним из картины ранней Церкви? Вот позавчера мы об этом говорили. Кто были первые христиане? Ну, скажем, кто они были? Вот, да, иудеи. Да, 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 совершенно верно. Может, кому-то не нравится, но Господь Иисус тоже был не украинцем, как выяснилось. Хорошо, и мы с вами вспомнили, что первых христиан, они, в общем-то, мы читаем о них как ученики верующие. Да, вот это первая Церковь, как ученики верующие. И Деяния 11 глава, мы с вами вчера вспомнили, сегодня так мельком прочитаем, 25-26 стих. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. То есть, вот мы видим, почему церковь стала называться христианская, да, и причем это чуть позже даже стало. Ну вот откуда пришло понятие христианская церковь. И давайте мы дальше посмотрим на то, как первая церковь проповедует. У нас взаимоотношения Израиль и церковь. И посмотрим, как они проповедовали, кому они проповедовали и как они проповедовали. Вот как церковь распространяла благую весть. И для этого откроем, где же книгу Деяния, 16 главу. И прочитаем с вами. Мы в миниатюре возьмем пример апостола Павла, и в миниатюре посмотрим, вот как церковь или как стратегия проповеди Павла была, открытие церквей. Деяния, 16 глава. Прочитаем. Помните, эту историю здесь немножко упустим, когда они хотели пойти в одно место, Дух Святой не допустил их, и они в конце концов поняли, куда им идти. Аминь. Итак, после всего видения, 10 стих, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. То есть здесь говорится о Македонии не стране, чтобы мы понимали, не современная Македония, потому что современная Македония – это новоиспеченное государственное образование, но это Греция, это конкретно говорится о греческой провинции, северная часть Греции, которая также называется Македония. И вот туда именно пошли апостол Павел. И так, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же в Филиппе… Неаполь – это не итальянский Неаполь, да, чтобы мы понимали. Это очень важно, кстати, на мой взгляд, примерно понимать географию проповеди Евангелия. Это интересно, на мой взгляд. Идем дальше. Оттуда… Это так распространялось Евангелие, так разрасталась церковь. Оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии – колония. Этот город, кстати, есть и по сей день. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний… Вот, внимание, интересный момент. Помните, наша тема – это взаимоотношения церковь и Израиль. То есть, евреи и христианская церковь. По сути, да? В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И когда, например, евангельские верующие читают данный стих, какая ассоциация у них возникает? В субботе. Суть не в субботе сейчас, а в молитвенном доме. Молитвенный дом. Конечно же, пятидесятники уже были тогда. То есть, молитвенные дома, баптистские, пятидесятнические уже были. Конечно, здесь не говорится о здании церкви вот в нашем понимании. Здесь говорится о молитвенном месте или молитвенном доме евреев, безусловно. Потому что мы видим день субботний, и Павел пошел именно туда. Дело в том, что в Римской империи во многих городах были и синагоги, конечно же, но не во всех. Вот, например, в Филиппах синагоги не было, но и еврейские диаспоры были. И по обыкновению Павел пошел туда. Почему? Потому что вот примерно в одном месте где-то были молитвенные собрания, где все равно евреи собирались, молились там или как-то общались. И здесь говорится именно об этом. То есть, Павел, скажем, христианин с точки зрения сегодняшнего дня, то есть, христианская церковь, он, Павел, идет к евреям. Он идет к евреям, и они его воспринимают как своего. Интересный аспект. «Одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багрянецей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, «Если вы призвали меня, верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». «И убедила нас». То есть, евангелист Лука, вот он так описывает вот эти события. И как мы знаем, что произошло дальше? Дальше произошло то, что Павел, он имел понимание, я так думаю, в духе, что это еще не все здесь в Филиппах. Вот вы знаете, что... Добрый вечер, бегом. Вы знаете, что есть послание апостола Павла? Да или нет? Есть послание апостола Павла? Друзья, извините, я буду приставать к вам с вопросами. То есть, я думаю, что когда мы имеем обратную связь, то это лучше усваивается. Итак, послание есть апостола Павла? Да. Одно из посланий как называется? Конечно же, связано с этим городом. Послание к филиппийцам. То есть, в данный момент он бы не мог написать послание к филиппийцам, потому что церкви, общины церкви в Филиппах еще не было. И вот здесь, в 16 главе, мы видим рождение церкви в Филиппах. И женщина Лидия, она была одна из первых, и ее домашние. То есть, это и рабы, значит, домашние. Это значит, что не она с мужем, а это какая-то большая группа людей. По всей видимости, это даже большая группа людей. То есть, вот это первое. Но мы видим, что Павел, он не останавливается на этом. Он не сказал, о, все, мы уже начали здесь, ну, скажем, домашнюю церковь, да, домашнюю группу, домашнюю церковь начали. Он продолжает служить здесь, в Филиппах. И помните же, муж македонянин там был, не жена, а не женщина. Ну, это так. И в конечном итоге мы знаем, что Павел и Сила, они были арестованы, они их избили, посадили в темницу. И в конечном итоге покаялся темничный страж. Вот темничный страж, кем он был? Ходил ли он в синагогу или не ходил? То есть, он был язычник, да, то есть, он был римский военачальник. Ну, в общем-то, достаточно интересная позиция у него, хорошая была позиция. И вот он кается. И вот мы видим, как также он покаялся, его дом покаялся, соответственно, и рабы покаялись. То есть, вот две большие семьи. Вот оно, начало церкви. И в дальнейшем мы видим, как Павел пишет послание к филиппийцам. И послание очень интересное, как и в любом, в общем-то, все послания. Это потрясающее послание. И вот так родилась церковь. Это стратегия апостола Павла. Он открыт проповедовать и евреям, потому что он пошел, во-первых, к молитвенной группе или к общине, ну, в общем, где по обыкновению собирались евреи, может быть, для разбора какого-то слова или как. Ну, в любом случае, он пошел туда по обыкновению. Но также он проповедует и язычнику. И, в принципе, Павла и называют апостола язычников. Но, тем не менее, он проповедует и евреям, и язычникам. То есть, первая церковь, она не ограждалась от евреев. Первая церковь не ограждалась от язычников. Она не замыкалась только на евреях. То есть, первая церковь была открыта для проповеди. Ну, наверное, особенность у Павла, или в Павле эта особенность, потому что именно он говорит о тайне церкви. Он имеет это откровение и пытался, не пытался, а убежден, что доносил. И, в общем-то, мы, читая его послание, можем видеть откровение Господа о его перспективе, о божественной перспективе церкви, то есть взгляда, Божьего взгляда по отношению к церкви. Помните, да, где из двух, одно, это наше базовое, мы с этого стартанули позавчера, что послание Кепсисио нам говорит, что из двух одного нового человека, ребенок Божий. Аминь. Где нет уже ни Иудея, ни Елена. Евангелие, сила Божья, ко спасению, во-первых, и Иудею, потом и Елену, не путаем с Еленистами, а именно с Елену. Это говорили вам уже разницу, Елен и Еленисты. Да, вот в деяниях ропот у Еленистов был, мы читаем, это евреи, которые были пропитаны греческой культурой, которые говорили на греческом, это Еленисты. А Елены, это Елены, то есть это язычники. То есть вот Евангелие, оно и Иудею, и Елену. И вот апостол Павел, мы видим эту мысль его в его посланиях, мы видим его мысль или откровение Божье через его слова, что из двух одно, то есть церковь, это что-то соединяющее. Нет, разные национальности, конечно же, да, но мы говорим сейчас о взаимоотношениях церкви и евреев, и Израиля. И вот мы верим, как ранняя церковь верит эту перспективу, как апостол Павел двигается в этом откровении. Он проповедует и Иудеям, и Еленам. Аминь. Вы это обнаруживаете также вместе со мной? То есть идем дальше, книга Деяний, мы говорим о взаимоотношениях Израиля и церкви, и мы смотрим на примере первой церкви, какие она имела взаимоотношения, какие там были взаимоотношения. Тут же рядышком можно прочитать 17 главу. Мы, конечно же, все не будем читать, первые какие-то стихи мы прочитаем. Смотрите. Пройдя через Амфипаль и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, нынешний город Салоники, где была, внимание, иудейская синагога. Смотрите. Опять они приходят, или Павел с командой, они приходят в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел, по своему вниманию, обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. С кем он говорил? Кому он говорил? Он говорил иудеям. Да, как говорят, евреям рождаются, иудеям становятся. То есть иудеям. Ну да, мне просветили, в общем-то, очень знающие люди. Это я как бы, да. Так вот, по обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. Открывая, он не просто читал Писание, заметьте, то есть его цель была не культурный аспект. Вот, я должен пойти в синагогу, как иногда некоторые христиане, они, вот, как вам сказать, настолько, как мы вначале сказали, проникаются идеей какого-то вот богоизбрания иудейского народа, еврейского народа, и так соединяются, что перестают уже быть мессианскими евреями или верующими там евангельских церквей, а начинают ходить в синагоги и полностью воспринимают вот культуру и традицию, и закон Моисея. То есть Павел, он абсолютно знал закон Моисея, да, но он идет в синагогу с целью, ну, очевидно, что он не вел себя как-то там странно или вызывающе как-то там, и типа давайте тут все сейчас переменим, но его цель была, это Павел со своим обыкновением открывая и доказывая им, что, третий стих, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них, внимание, и некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, ну, и там произошли какие-то опять противления, и десятый стих, читаем здесь же, братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Вот мы опять видим, это Ранняя Церковь. Что делает Ранняя Церковь? Проповедуют Иисуса Христа, проповедуют Спасителя для всех народов, во-первых, иудеям. Ранняя Церковь, она не отвергает евреев. Ранняя Церковь, взаимоотношения Ранней Церкви с евреями, Ранняя Церковь проповедует Христа евреям. Братья в синагогу иудейскую, здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Конечно же, мы понимаем, что они разбирали какие Писания. Совершенно верно. То есть, еще не было, конечно же, того, что мы имеем сегодня во всей полноте. То есть, первая часть Библии, ну, если это корректно так сказать. И многие из них уверовали и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Дальше он идет в Афины в этой же главе. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, 15 стих, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Интересно, что мы не видим, что в Афинах Павел пошел к Иудеям. Вот. Интересный такой просто фрагмент. Да? Что Павел, он однозначно сразу же, может быть, он и пошел по обыкновению где-то к диаспоре, если она была. Возможно, в Афинах не было диаспоры. Но однозначно здесь он откровенно, или, вернее, так, очень замудренно, но, в принципе, подвел к откровенной проповеди о Спасителе Иисусе Христе. Аминь? Или не аминь? А, спасибо, слава Богу. Я как-то пропустил этот стих. Итак, он рассуждая в синагоге с иудеями, с чтучными богами, слава Богу за то, что... за Афины. Да, в Афинах была тоже иудейская синагога. Бога ежедневно на площади со встречающимся некоторые из эпикурейских... А, совершенно верно, спасибо, да. Здесь мы тоже видим как раз-таки этот аспект из эпикурейских и стоических философов. Эпикурейцы, стойки, это философские течения, спорили с ним. То есть, опять же, он проповедовал и иудеям, и еленам, скажем так. То есть, вот это первая церковь. Конечно же, есть свои нюансы в Иерусалимской церкви. Да, как бы я упускаю этот исторический аспект, когда они больше были, возможно, в иудейской среде, и это чуть-чуть по-другому было. Но в любом случае мы видим, что каялись и фарисеи, каялись и книжники, каялись, но принимали Иисуса Христа. То есть, мы это также встречаем в книге Деяний. Но однозначно церковь направлена и к иудеям, и к еленам. Она не закрывается от иудеев, и уж тем более не закрывается от язычников. Церковь, как столб и утверждение истины, поставлен для проповеди Благой Вести для всех народов. Во-первых, иудеям, потом и еленам, так говорил апостол Павел. Так говорит Божье Слово. Итак, друзья мои, какой-то еще, может быть, фрагмент давайте возьмем и поставим точку на этом сравнении ранее. Да, давайте 20 главу, 7 стих прочитаем. Чуть-чуть выше, чтобы понять, что тут происходит. «А мы с 6 стиха после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Интересный факт. То есть мы верим, что Павел, он ходил и в синагогу с определенной целью, и также ранняя церковь, это специфика, конечно, ранней церкви и особенно вне Иерусалима. Потому что в Иерусалиме мы читаем о ранней церкви, что они собирались вообще там каждый день. Каким-то образом они умудрялись собираться каждый день в храме и по домам. Помните, да? То есть они совершенно спокойно себя в Иерусалиме, ну какой-то период времени, совершенно спокойно себя чувствовали вот в культуре, иудейской культуре абсолютно нормально они себя чувствовали и все до того момента, пока фарисеи не стали ревновать, там написано. Тогда начались там гонения и так дальше. Но вне Иерусалима мы видим, что церковь по-разному собиралась. То есть где-то по домам, где-то, я об этом уже говорил, где-то даже на кладбищах, где-то в катакомбах, как это было в Риме, или там, где есть катакомбы. И в общем-то они собирались, и здесь говорится о преломлении хлеба, то есть здесь говорится о причастии. То есть было время, когда непосредственно верующие были вместе. Павел, придя туда, непосредственно служил уже верующим в Ранней Церкви. То есть вот мы видим служение Ранней Церкви, или Павел, как представитель лидерства Ранней Церкви. Вот направленность Церкви, это служить всем народам и иудеям, в частности, он сначала иудеям, потом еленам, и, конечно же, также он служит для укрепления уже верующих. Аминь? Аминь. Вопросы по этому поводу есть, вот по вышесказанному. И идея ясна, о чем мы говорим. Вот Ранняя Церковь, она была направлена, наша задача с вами увидеть вот этот вот путь, как бы вот наша линия, это взаимоотношение Церковь и евреи, Церковь и Израиль. И мы видим, что в Ранней Церкви проблем у Церкви с евреями, с иудеями не было. Да или нет? Абсолютно не было. Мы это увидели, вот стратегию Ранней Церкви. Тут вопросы не возникли? Если есть вопросы, там вопрос есть или что? Не? Все нормально? Все хорошо? Друзья, вы здесь? Или вы в духе все? Да, да, после молитвы, да. Аминь. Тогда с удовольствием, но с не с удовольствием, я, конечно же, историю в большей степени люблю, но по необходимости переходим к следующему вопросу, который, может быть, не самый приятный, но сальви, как говорят мушкетеры, да, или французы, это жизнь. Проблематика взаимоотношений Израиля и Церкви. Проблематика взаимоотношений. Чтобы понимать сегодняшнюю способность или развивать сегодняшнюю стратегию проповеди еврейскому народу, нам нужно понимать проблематику Церкви и Израиля или христианства и Израиля. Проблематика взаимоотношений Израиля и Церкви. Это следующий наш четвертый по плану пункт. Итак, что вы знаете, друзья, из проблематики, то есть, из проблемных аспектов взаимоотношений христианства, когда я хочу оговориться вновь и вновь, и когда я говорю христианство, чтобы, пожалуйста, мы по-одинаковому мыслили, я имею в виду сейчас Церковь во всей полноте, то есть, как тело Христа, то есть, я подразумеваю и Евангельскую Церковь, и Мессианскую общину. Окей? Нормально так? Потому что для Иудея любой исповедующий Иисуса Христа Господа, это как бы ну вот как и народное тело, да? Вот так можно сказать. Так вот, проблематика взаимоотношений Израиля и Церкви, какие вы знаете, какие проблемные моменты во взаимоотношениях христианской Церкви? Вот на сегодняшний день, вот исходя из сегодняшнего дня, вот вы оглядываетесь назад, почему сегодня есть проблема во взаимоотношении Ях? А? Незнание христианами Торы. Ну, первое. То есть, проблема в незнании христианами Торы. Ну, это одна проблема. Может быть, допускаем. Окей, еще. Христиан, то есть, культурный аспект, да? Назовем так. Культурно-религиозный аспект. Если мы говорим о праздниках, да? То есть, если мы говорим о религиозных праздниках, понятно, что это, но для христиан, например, Пасха, Песах, это тоже религиозный праздник. К примеру, да? То есть, нет, сейчас смотрите, мы не будем делать сравнительную характеристику разных культур. Как бы, не это наша задача. И в данном случае глобально не эта проблема серьезная. Хотя, именно непонимание, может быть, так, да? Христианской стороной, иудейской стороны вот каких-то праздников. Ну, или различия. Окей. Но, тем не менее, это тоже засчитывается. Это, в этом есть проблема. Вопрос избрания. Вопрос избрания. Вообще, тут серьезный аспект. Причем, обоюдная сторона. Иудеи, они однозначно, какая одна из таких молитв интересных касательно женщин и язычников? Спасибо. Спасибо. Да, или там еще и женщины. Но это вообще-то две разные. Ну, может быть, две разные молитвы, но и так, и так молятся. То есть, это есть эта сторона, и также и христианство есть. Да, вот, если в историческом таком срезе посмотреть, период, когда христианская церковь, она однозначно считает, что евреи это, мы избраны, евреи уже не избраны. Церковный антисемитизм. Замещение. Слава Богу, мы дошли до этого. Доктрина замещения. Реально основная проблема, это доктрина замещения. Конечно же, это антисемитизм чистейшей воды, абсолютно, безусловно. Ну, как бы тут, сто процентов, это антисемитизм. Но именно проблематика основная, это доктрина замещения. Потому что, смотрите, если евреи, скажем, ортодоксы, они странно смотрят, или вообще они, как бы, так смотрят на все это дело, христианское, как что-то непонятное для них, то отчего церковь-то так смотрит? Ну, ладно, как бы, что-то непонимаемое, поучиться можно, там, чтобы разобраться в праздниках, да? Но почему церковь, она даже не думает об этом? Потому что это антисемитизм. То есть это реальная проблема, которая возникла. Но мы-то видим, что ранняя церковь проповедует и иудеям, и еленам. Ну, дьяволу в первую очередь, конечно же. То есть, ранняя церковь, она проповедует и евреям, и неевреям, и, в общем-то, так вот и строилась ранняя церковь. У вас была уже история церкви, поэтому я не буду глубоко туда уходить, мы просто вспомним римлянам девятую главу. Давайте откроем. И прочитаем буквально первые стихи. Мы будем некоторые стихи, мы не будем все эти главы читать. Вы знаете послание к римлянам, да? Вот эта вот часть с девятой по одиннадцатой главы, вы их знаете. Это очень важные главы именно по нашему вопросу нынешнему. Поэтому при случае будет время, прочитайте. Здесь Павел, он однозначно, потому что кто-то говорит, что Павел, он достаточно резок был в еврейском, или вот к вопросу еврейства, да? Но, конечно же, он не был резок, потому что он был резок касательно вопроса веры или спасения по вере, но в целом мы знаем, что он говорит о себе, я еврей от еврея, да? То есть он не отрекся, естественно. Вот здесь первые стихи. Истину говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. То есть израильтян, которым принадлежат усыновления и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. Слава Богу, кстати, кто-то сегодня умудряется опровергать даже в евангельские церкви, в ересь заходит, что Христос, он не Бог. Как? Сущий над всеми Бог. Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. И не все дети Авраама. И вот в этих словах Павла вдруг можно, если кому-то выгодно, как сказала сестра, ага, не все те израильтяне, ага, не все те дети Авраама, ага, 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 ага. И в конечном итоге вот это все ага приходит в десятую главу, и смотрим с 11 по 13 стихи. Ибо Писание говорит, 10 глава, посланная к римлянам, 11 стих. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Всякий верующий. Здесь нет различия между иудеями и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет, имя Господне спасется. Да, ибо всякий, кто призовет, имя Господне спасется. Здесь точка. Итак, мы видим опять тут, ага, всякий верующий в Него не постыдится, и всякий. Нет различия между иудеем и еленом. Нет различия, говорит апостол Павел. Да, это Божье Слово. И кто-то в церкви, он воспринимает вот этот стих, ага, Павел, он абсолютно отодвигает евреев и говорит о том, что нет различия. И в принципе, это правдиво. То есть, в Иисусе Христе, помните, мы с этого начали, нет и иудея, и елена. То есть, и дальние, и близкие, и язычники, и евреи стали через веру в Иисуса Христа одним новым человеком. Как бы это логично, это истина. Но читаем дальше. 19 стих. Еще спрашивают. Разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность, ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исайя смело говорит, 20 стих, меня нашли неискавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Павел цитирует пророков. А кто-то читает и вырвает, а вот, 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 они не послушали. И начало 9 главы говорит, им принадлежало, он же так говорит, им это все принадлежало, но они были или стали народом непослушным, и упорным. Но они стали народом непослушным и упорным. А и итог вот этого размышления им принадлежало, а они стали народом непослушным и упорным. И теперь итог, читаем 11 главу с 8 стиха. Как написано? Бог дал им дух усыпления, ну, конечно же, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им. В возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет согбен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнули, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как мне жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. И, наконец, 17 стих. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, то есть это обращение к язычникам, да, видите, он же говорит к язычникам здесь. А ты, дикая маслина, привилась на место их, причем это в синодальном тексте, да, на место их, а в греческом значение среди них или между ними, да, более корректно даже между ними. То есть, вот это все как бы упускается, то есть, читается сам факт, или берется сам факт, что если ветви-то отломились, а ты, дикая маслина, а я, дикая маслина, привилась на место их и стал общником корня и сока маслины, общником сока и корня. А до этого, Павел говорит о корне, начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. То есть, я привился корни и стал питаться соком, то есть, я, дикая маслина, стал святым. Ну и, в общем-то, 18 стих закончим уже, чтобы мысль, которую не очень любят, да, то не превозносись перед ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. И там дальше он даже говорит, что если природный ветви не пощадил, то и тебя может не пощадить. Но это уже как бы второстепенное для данной антисемитской доктрины. Так вот, друзья мои, пришел момент, когда вот этот конфликт, который не то что вдруг, а он потихоньку разрастался. Конечно же, категоричность Павла в вопросе закона, в вопросе, ну скажем, вот там он в Галатан так четко и конкретно, в общем-то, говорит, что обрезание тут ни при чем, да, то есть, но он говорит немножко о других вещах, он говорит о факте спасения, то есть, он не говорит там, скажем, о вопросе культурных традиций, или там религиозно-культурных традиций иудейского народа, как такового, он говорит о факте спасения, да, и, но вот это все накладывается, якобы, на первый взгляд, позиция Павла категоричная против фарисейской ереси, как он называет это, фарисейская ересь, то есть, все вот это потихоньку, потом конфликты, скажем, с праздниками теми же, да, восточная церковь, наверное, надеюсь, Сергей Грищенко, пастор Сергей Грищенко, он как бы поднимал, может быть, поднимал эти темы, ну, это не так важно, но тем не менее, там, как Пасха, заметьте, у одних Пасха в одно время, у других в другое время, да, а потом еще и Рождество появляется, вот у нас, вот, рождественские праздники, мы тут что-то украшаем, а у иудеев, даже у мессианских евреев сегодня, как бы, такое подозрение насчет данных праздников, скажем, Рождества, да, а уж, что тем более говорит тогда еврея, и евреев даже в церквях, хотя первая церковь, ранняя церковь, что-что-что? Новый год с елочкой, Новый год с елочкой, конечно же, как бы, как бы, это ж, такое дело, кулич, эти, калачи на Пасху, это ж, все как бы, одна песня, так вот, друзья мои, вот эти преткновения обоюдного, внимание, это обоюдного характера преткновения, приводит, и дьявол на этом играет очень серьезно, то есть, после четвертого столетия, или с четвертого, четвертого столетия, когда христианство утвердилось, или легализовалось, скажем так, 413 год, если вы помните, да, это закон, первое закон о свободе вероисповедания, то есть, это демократический закон в Римской империи, свобода вероисповедания, император Константин, и вот, и потом, чуть позже, когда уже Феодосий утвердил только христианство, что или ты христианин, или ты не христианин, тем не менее, иудеи каким-то образом договаривались в данном вопросе, что интересно, при всех империях, это, как говорится, тоже есть такой нюанс, тем не менее, в церкви возникает серьезное понимание, что евреи распяли Христа, вот, как бы, вот эта идея, которая выхватывалась, именно выхватывалась некоторыми святыми, не всеми, я не великий поклонник святых отцов церкви, я имею в виду святые отцы, имею в виду отцы церкви, знакомо такое понятие, отцы церкви? да, я не большой поклонник отцов церкви, так скажу, но в защиту их скажу, что не все отцы церкви были радикально настроены против евреев, не все отцы церкви, так вот, некоторые из отцов церкви начали культивировать вот эту идею, что ветви отломились, начали культивировать идею доктрины замещения, чуть позже, конечно же, католическая церковь, но и православная также, взяли эту идею, то есть традиционная церковь определенно, серьезно взяла идею доктрины замещения, и на этой почве, и у одних, и у других, естественно, невосприятие, конфликт, здесь уже проблема не в праздниках, здесь проблема, которая столетиями, и даже уже тысячелетиями, конфликт внутренний, он настолько возрос, что даже светский еврей, ну, я имею в виду, неисповедующий иудаизм как таковой, на каком-то уровне своего подсознания, или вот каком-то вот внутреннем таком переживании, у него есть опаска, он может общаться нормально с людьми, он может быть интеллигентнейшим человеком, но в вопросе принятия Христа, как Господа, у него тюдвин, потому что уже Христос, христианство, даже воспринимается больше, чем некая другая религия, то есть это враг, это или же это палач, скажем так, это тот, кто гонит меня, иногда вот интеллигентный еврей, светский, он даже не говорит об этом вслух, но это где-то там, внутри него, это как, помогите мне, может быть, подобрать правильное слово, то есть, что это, конечно же, дух антисемитизма, который разыграл это, и дьявол, который встал между, и точно так же, дьявол работал, атаковал церковь, сначала внутренние конфликты церкви, не смог он, извините, не внутренними, а внешними гонениями, он не смог остановить проповедь Евангелия, вот история ранней церкви, до 4-го столетия, когда гонения были на церковь, то есть, он не смог остановить, за какие-то 100 лет, христианство настолько сильно распространилось по Римской империи, что просто вау, 100 лет, за 100 лет христианство распространилось колоссально, что и от Британии до Индии были христиане, то есть, это удивительно, но он не смог остановить это, но что он начал делать потом, дьявол, я имею ввиду, то есть, враг душ человеческих, он начал атаковать как бы изнутри, назовем это так, и церковь начинает вбирать в себя традицию языческую культуру, то есть, это очевидно, то есть, вот это идеи с праздниками, там, хождениями со статуями, поклонения иконам, и пятая двадцатая, то есть, это можно все не перечислять, безусловно, это серьезное влияние языческой культуры, то есть, это одна сторона, это одна атака врага, но точно так же, дьявол, или враг душ человеческих, он работал первые столетия, чтобы сделать этот конфликт, между церковью, и, израилем, и у него получилось, да, потому что в церкви укоренилась доктрина замещения, настолько серьезно, что, кто как знает доктрину замещения, как вы слышали о ней? Ну, это не доктрина замещения, нет, это совершенно не доктрина замещения, мы в Новом Завете, и мы живем по благодати, теперь израилем применил Мессию, поэтому изрешили Мессию, и заняли место израиля, и все обидования, все волосы, и заняли место израиля в плане Божьего спасения, израиль теперь не является, но он не избранный, потому что он добровольный режим. Прекрасно. То есть, вот это доктрина замещения, вот, в таком простом, но очень точном изложении, то есть, не вопрос, что мы в Новом Завете, кстати, кто в основном, скажем так, сторонники доктрины замещения, они как раз таки о благодати, и не понимают благодать, это так, ну, на минуточку, но вот эта ужасная идея, что Бог отверг свой народ, а теперь отверг свой народ Бог, и теперь церковь стала его народом, смотрите, что Павел говорит, или Божье Слово говорит, из двух один новый. Это не просто чудовищная ложь, это ужасно-ужасно чудовищно-чудовищная ложь. То есть, Павел говорит, из двух, из Иудея и Елена, то есть, вас дальних, и нас близких, то есть, он соединил и сделал одного нового человека. А церковь в какой-то момент превозносящая Павла вдруг увидела в его же словах, вот это она не видит, а видит то, что Павел говорит, что тех отверг и от тех взял. И идея доктрина замещения, вот эта основная проблематика, она и привела к ужасным последствиям, это гонениям на иудеев, это и погромы, и убиения, и холокост, и все-все, что только мы знаем в истории, конечно же, на что это удивляет, Бог есть любовь, и христиане верят в Бога, который есть любовь, и настолько спокойно они, например, если взять холокост, то есть, это же ужасно. Когда Эйзенхауэр, он увидел там концлагерь, он специально сказал заснять это все. Потому что он сказал, придет момент, когда если кто-то скажет, что этого не было, чтобы мы показали это, что это было, никогда не забыли. Ну да, говорят, конечно же, и это ужас, конечно же. Но христиане, которые имеют семьи, которые, знаете, я был в Израиле, в музее Холокоста, это потрясает на самом деле, когда ты смотришь на фотографии, ну скажем, эсэсовцев, и их семьи. Реально, это просто непонятная ситуация. Вот нормальные люди, вот внешне, вот семья, вот дети, вот они там на полянке сидят, или там возле своего дома сидят, и эти же люди, они потом уничтожали. То есть, это не вкладывается, это не укладывается в голове, просто это ужасная ситуация. И, конечно, когда вот все это поднимается, то какое христианство? Вот, безусловно. И задача церкви, я имею в виду, и мессианское движение, то есть верующих в Иисуса Христа, не в данном вопросе, не быть разрозненными, а в данном вопросе быть едиными, молясь о спасении евреев и проповедуя евреям. Мы здесь? Потому что это действительно, как сестра сказала, духовная проблема, и, во-первых, эту проблему мы побеждаем духовно. Но давайте мы возьмем перемену, и после перемены мы еще немного затронем данную проблематику в вопросах культуры и политического аспекта, и перейдем... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok